всем большой привет ребят добро пожаловать на мой канал меня зовут лена и сегодня хочу вам показать как взять вот такую вот большую объемную цифру если вам интересно не переключайтесь итак на первом этапе нам понадобится обычный картон и я разрезала самую простую коробку телевизора а на самом деле нам нужна только одна часть такая более-менее ровная это будет как раз таки задник нашей цифры его я клеивать не буду потому что это я считаю бессмысленное занятие поскольку на него никто никогда не смотрит и там лучше сделать петельку для того чтобы переносить эту цифру было удобнее и к тому же положить машину лучше не лицевой стороной где у нас будет красивое оформление салфетками а именно этим задником а собственно тут что у нас нарисовано это все неважно все равно будет все отклеиваться значит разобрались с картоном затем понадобится рулетка резак карандаш какая-нибудь линейка у меня вот такой вот маленький угольник есть и сейчас на своем картоне я буду рисовать цифру и собственно эту единичку уже по контуру вырезать и давайте толщину и уже потом приступать к декоративному оформлению вот таким вот образом из своей картонной коробки я вырезала собственно переднюю лицевую часть своей единички если вам интересны размеры сейчас вы видите их на своих экранах я в принципе их делала более-менее адекватными сейчас у меня циферка высокой примерно 75 сантиметров ну плюс еще добавится здесь будет около 80 сантиметров этот радиус я подогнала на глаз можно так сказать наверное можно даже делать чуть чуть побольше поплавнее сейчас еще над этим подумаю а собственно задняя часть моей цифры выглядит вот таким вот образом чтобы сэкономить время и лишний раз не приклеивать я здесь просто сделала надрезы в картоне и соответственно вот эту вот толщинку кстати толщина у меня 15 сантиметров толщинку просто загнула а эти стыки сейчас я проработаю клеем пва и малярным скотчем таким образом у меня уже практически половина большая часть толщины будет готова и вот здесь вот нижняя часть а внутри получился вот такой вот цветной каркасик от телевизора самсунг ну а теперь я буду вырезать оставшиеся толщины которых мне не хватает толщина у меня 150 миллиметров или 15 сантиметров затем я их приклею обработаю все стыки клеем пва малярным скотчем и полностью соберу уже объемный каркас своей циферки чтобы она была готова декорирование и так я уже почти сделала свой каркас это у меня внутренность сейчас я просто малярным скотчем это все наживила скажем так и стыки еще хочу пройти клеем пва которые у меня сильные такие несущие скажем так чтобы для верности осталось бы делать вот эту вот дугообразную верхнюю часть кстати немножко еще сделала чуть побольше радиус размерах укажу правильный вариант какой есть сейчас и вот здесь я тоже сделала не по прямому а немножечко в наклон так циферка выглядит более изящней все это крепится у меня на малярном скотче достаточно крепко и с оборотной стороны я сделала вот такую вот петельку при помощи шила проделала два отверстия в тайло шнурок чтобы можно было эту циферку легко транспортировать и собственно на эту часть я вообще буду потом вот так ее складывать на бок и перевозить ну а дуга я собственно вырезала вот такую картонку сделала в ней вертикальные такие надрезы достаточно часто примерно через 2 см и собственно согнула так что сейчас поставлю шишку сюда приделаю будет у меня счастье малярный скотч у меня абсолютно обычный так вот выглядит уже скатался счастье вот таким вот образом у меня вышла моя дугообразная крышка сейчас я еще внутри пройду все эти стыки еще раз малярным скотчем где подклеиваю клеем ПВА для прочности и потом уже приделаю вот эту вот свою лицевую часть и также все эти стыки можно будет пройти по контуру ну что ж я все внутренние стыки проклеила промазала насколько это возможно и сейчас вот так вот вот моя цифра так сказать изнутри и давайте уже будем приделывать лицевую часть мне уже не терпится приступить к декорированию но для этого конечно сначала нужно очень хорошо подготовить вот эту вот собственно базу на что мы будем клеить наши потрясающие салфетки так здесь у нас чуть-чуть не совпадает но это ничего страшного все стыки мы снаружи также проклеиваем малярным скотчем для того чтобы все это дело сгладить так вот я сейчас сделаем большие наметки чтобы мне все совпало все достаточно неплохо получилось у меня и сейчас я буду проклеивать уже более серьезно все вот эти стыки для того чтобы здесь ничего не расходилось при помощи малярного скотча это все делается очень быстро конечно не особо аккуратно но на самом деле здесь не будет этого видно все это будет сверху заклеено так что я не вижу смысла здесь как-то ровненько вырезать скотч наклеивать все идеально без складочек сейчас самое главное чтобы вся эта конструкция была достаточно прочной и крепкой и собственно чтобы швы не расходились вот и все ну что ж я закончила обклейку всех стыков мне конечно не очень аккуратно вышло но зато потратила всего полчаса вот такая вот циферка получилась в принципе по пропорциям она меня вполне устраивает и сейчас уже хочу приступить к декорированию это не изнаночная сторона так что сейчас будем ее обклеивать уже непосредственно нашими белорозовыми салфеточками и для оклейки естественно понадобятся салфеточки которые я уже показывала заранее приготовила они вот такие вот я их сразу непосредственно перед наклейкой сворачиваю здесь у меня скрепочка и собственно капелька клея момент кристалл и приделываем к нашей поверхности у меня циферка планируется что будет с градиента то есть от насыщенно розового к белому поэтому вот эти вот цветно розовые промежуточные я буду клеить примерно посередине но нужно это делать конечно последовательно то есть друг за дружкой чтобы между этими нашими цветочками не было зазоров и давайте теперь я вам покажу как я делаю розочки чуть поближе которыми я собственно декорирую свою циферку нам понадобятся обычные бумажные салфетки у меня они самые дешевые однослойные розовые и белые что мы делаем мы берем разрезаем по швам салфетку то есть из одной вот такой вот цельный нас получается 4 квадратика далее сгибаем пополам снова разрезаем еще разочек сгибаем и еще раз разрезаем у нас получилась такая вот стопка квадратиков примерно 4 на 4 и далее нам нужно фигурно высокохудожественно выложить снежиночку по слоям я выкладываю по 5 штук но бывает иногда 6 когда они не хотят разделяться но это ничего страшного салфетки очень тонкие поэтому здесь бояться абсолютно нечего вот таким вот образом выкладываем на самом деле существует много техник методов выкладывания можно просто стопочкой врат не раскладывать такой форме розочки снежинки но тогда получается они настолько изящны не так ажурно поэтому нужно запастись терпением и посерединке ставим скобочку такая вот штучка у нас получилось нужно быть готовыми к тому что таких заготовок понадобится очень много особенно на мой размер цифры и что мы делаем дальше аккуратно поднимаем друг за другом каждый слой таким образом у нас получается своеобразные лепесточки нужно конечно это делать аккуратно потому что салфетка мнется она очень тонкая но в общей массе конечно этого не должно быть особо видно вот такой вот бутончик у меня получился своеобразная розочка с обратной стороны здесь скобочка чуть-чуть торчит но это ничего страшного снова капаем капельку клея у меня клей момент кристалл прозрачный и собственно уже приделываем к нашей декорируемой поверхность и так ребят я свои все заготовки практически уже наклеила и вот сейчас моя цифрика выглядит вот таким вот образом конечно же нужно по правильному делать это все соответственно то есть по порядку но у меня здесь планируется градиент поэтому здесь я оставила место мне еще нужно дать делать таких вот розочек которые будут бело-розовые чтобы здесь был более менее плавный переход поэтому у меня здесь белая здесь розовая здесь я тоже планирую сделать чуть более темно-розовую более скажем насыщенно ярко-розовую случайно нашла гофро бумагу так что ну пока тоже не знаю сколько насколько ее хватит думаю что здесь будет небольшой такой ряд буквально совсем чуть-чуть около основания основная масса у меня будет из вот таких вот розовых розочек на это все вот что сейчас вы видите у меня ушло примерно полтора часа достаточно быстро я бы сказала я думала что это займет гораздо больше времени но тем не менее нужно их составлять самое главное плотненько и там где уже там какие-то проплешинки я вот бываю тут местами есть я потом буду конечно тоже это делать чтобы был цельный плотный ряд конечно же салфетками это все мнется нужно быть аккуратными это не гофро бумага но тем не менее все получается очень нежно и так достаточно приятно на вид мне во всяком случае очень нравится и потом еще после того как я обклею вот эту всю часть затем мне нужно будет сделать еще вот эти вот торт торцевые части обклеить саму толщину но там салфеточки будут сами розочки поменьше по размеру если здесь у меня примерно 5 на 5 квадратик то тут наверное будет 3 на 3 чтобы здесь не скрадывала слишком толщина и пропорции моей циферки ну вот как то так это сейчас выглядит я конечно извиняюсь что показываю перед ногами просто не знаю как показать чтобы было видно может быть вот так вот будет лучше попробую вот видите так что буду теперь стараться изобретать градиент и совсем скоро вы увидите уже как это все дело у меня получилось вот такая вот большая объемная цифра у меня получилось по итогу это конечно достаточно трудоемко но я думаю что оно того стоит с обратной стороны она у меня немножечко черновая но здесь есть удобная петелька для транспортировки и собственно поверхность на которую эту цифру можно горизонтально класть перевозить не пугаться что что-то помнется в этом плане это конечно достаточно удобно я надеюсь что вам понравилось это видео оно было для вас полезным и информативным ставьте большой пальчик вверх подписывайтесь на мой канал и всем пока пока и и и и и и и